господа добро пожаловать наш цикл научно-познавательных исторических передач в которых мы вам рассказываем о том как же развивался тюнинг в россии тюнинг 90-х двухтысячных и даже 2020-х то самое называемое наше время сегодня в выпуске мы вам расскажем с чего же таки пошли те самые обвесы которые сегодня мы можем в большинстве своем наблюдать на всяких спец сериях от производителей вы можете наблюдать там лада гранта спорт которая в своем обвесе шевроле него в весе бертона и так далее все вот эти спец серии мы все это понимаем но началось все это в далеком 1989 году с нашими машинами но не в нашей стране 1989 год бельгия это не здесь это чуть там западнее но там тоже уже продаются наши автомобили причем они там продаются очень давно и там продаются даже классические модели жигулей в восемьдесят девятом году они конечно же практически никак не продаются а вот те же самые восьмерки девятки и зубила продаются очень даже неплохо и не первый при этом год продажи их при этом естественно падают потому что все таки 89 то у нас там все по 30 лет делается и нормально в европе же 5-6 лет это уже рестайлинг и нужно выпускать новую модель таким образом чтобы поддержать продажи девятки компания которая представляет наши автомобили за рубежом называется она скалдия предпринимает решение о том что нужно освежить внешний вид автомобилей почему именно бельгия потому что ее 89 там также как и союз немного потряхивает с экономической точки зрения и в бельгии очень были востребованы автомобили с хорошей ценой низкой коими естественно переднеприводные семейства у вас и являлись но внешний вид с этими переходами фарами на моноблок и в целом в общем не нравилось очень европейцам особенно передняя часть автомобилей девятки тогда была дословно произнесена следующая фраза фразу это излагал эта самая бельгийская пресса изучала она как рецепт приготовления модели звучал он так вы берете серийную самару ампутируете ей бамперы и страшную решетку похожую на зайчую губу просите русских которые работают в дигеме нарисовать другую решетку и бамперы вместе с боковыми накладками и все это производите фрг все очень просто за несколько часов и превращаете гадкого утенка в благородного лебедя дигем это город в бельгии в котором располагался технический центр компании скалдия офис который был в брюсселе и которая ввозила непосредственно наши машины за рубеж на территории европы и там же работал создатель карлоты которого звали владимир ярцев 89 году он вместе с руководством и с немецкой компанией пихлер которая разрабатывала аэродинамические всякие обвесы и элементы кузовов автомобилей начал разработку этого самого легендарного обвеса карлота примечательно что владимир ярцев хоть и был молодым специалистом но тем не менее он уже за плечами содержал готовый проект десятки и семь месяцев он работал на порше так что опыт и знание машин у него было феерическими таким образом всего за шесть недель он представил уже практически готовые макеты для установки на автомобиль которые даже были изготовлены из эбээс пластика так и начался обвес карлота но пока ребята там занимаются нашей девяточкой мы здесь естественно не теряем времени зря потому что мы ищем тачку для нашего нового проекта даже вернее две тачки и делаем это естественно авито потому что там во первых огромный выбор автомобилей и во вторых там куча таких помощников и фильтров по типу анализатора цены автомобиля в объявлении но и самое главное перед тем как ехать и смотреть его вживую можно перед этим посмотреть отчет об этом автомобиле в автотеке в этом самом отчете можно проверить массу полезной информации например юридическую частоту автомобиля сколько у него было владельцев были ли дтп и самое главное посмотреть историю эксплуатации и т.о. на основании которого выстраивается график пробега если график все время растет вверх это очень хороший знак ну давайте приведем какой он простой пример вот мы нашли honda civic 2007 года в объявлении написано что у нее три владельца пробег почти 180 тысяч километров салон такой дикий давайте купим автоотчет автотеки и проверим что там находится внутри ну значит и здесь мы видим что у нас ограничений на регистрацию нет она не была в залоге в розыске три владельца причем последний владелец 11 с половиной лет ездят на этой машине а значит он про нее знает абсолютно все далее у нас есть прохождение это технического обслуживания но и само собой график пробега который строится как раз вот на этих самых данных про которые вам говорил и он как я и говорил должен идти строго вверх вот такой автомобиль получается действительно можно рекомендовать и прям спокойно брать и ехать ну смотри по крайней мере его вживую дальше уже разбираться ну и от меня будет маленькая приятность для тех кто сейчас находится в активном поиске автомобиля по моему промокоду академик один отчет на автотеке до 30 ноября будет стоить вам на 30 процентов дешевле а все подробности будет по ссылкам в описании держать купить это все целиком нет никакой возможности но тем не менее есть осколок который был отсканирован до конкретно в фотошопе зазеркален и получился целый бампер целый бампер легендарного обвеса того обвеса которого сейчас не найти на авито или если вы его найдете он будет стоить скорее всего дороже чем сама девятка в сборе и так далее дальше произошло фрезерование спина плекса то что мы уже видели когда с иваном джагер гараж делали непосредственно узет из пенопласта из пеноплекса если хотите неважно из экструдированного пенополистирола тем не менее теперь все это специалистам делается сверх высокотехнологичные ленты чтобы когда сюда стекло с растворителем заливалась вернее ну смола она не разъедала сам пеноплекс естественно пеноплекс нужно оградить от этого компонента и по этому по этой матрице будет изготовлен передний бампер от обвеса карлот а что у нас заднем бамперу есть почти целый почти целый есть там его можно починить от этого просто части не было вообще есть все что удалось при чем прикол в том что бампер этот был найден висящим на машине случайно по двору ребята искрю шли и увидели машину с вот этим печальным бампером расколотым но карлота начались поиски по номеру этого человека его нашли высыпили вообще не понимал что происходит и зачем эти люди интересуются в итоге был по цене девятки куплен просто этот осколок от этого всего чтобы только это восстановить в итоге что мы имеем на сегодня мы имеем возможность не просто сделать бампер на свою девятку но и продать обвес карлота вам если он вам вдруг нужен потому что есть матрица по которой будет изготовлен уже мастер бампер и так далее и матрица же у нас не одноразовая при этом получается вот это одноразовая но по которым можем заново фрезануть такие технологии нами я бы сказал честно мы его можем инвертировать в обратную сторону и маляр 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 выводит мы снимаем все нормальную матрицу из этой нормальной матрицы можно чтобы в детали дорого в директ пишите и Субтитры подогнал «Симон» 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 Но это того стоило Легенда продолжает жить Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Примечательно, что многие до сих пор Как и я думали, что это фары от шахи Потому что они сюда идеально подходят И вот это и есть фары от шахи Но в оригинале это были немецкие фары Потому что этот автомобиль, этот обвес Это были бельгийки Они производились на территории Бельгии ФРГ, если даже не ошибаюсь Вот могу путать По-моему, они в ФРГ производились, то есть, соответственно, комплектующие уже были иностранные и сам обвес Карлота также производился в ФРГ. Это не отечественные изделия. И бампер, и накладка, и оптика все были импортные. Причем это, по-моему, какой-то Хэлловский каталог, АПТФки такие вообще использовались на одной из моделей Volkswagen. Они прямо пересекались, точно такие же. Что было здесь, установить исторически не удалось, потому что 99% фотографий с обвесом Карлота содержат просто заглушку. Возможно, подразумевалось, что здесь должен быть поворотник, возможно, что-то еще, но в большинстве случаев эта штука так и никогда не была задействована, как и в нашем случае. А вот эта вещь на всех фотографиях выглядит точно так же. Это АРИК. Иногда она была крашена, иногда нет, это даже не важно. Но на самом деле это развернутый воздушный фильтр от грузовика. И он действительно выглядит точно так же. Примечательно, что в связи с появлением большего количества фар пришлось менять электрику в автомобиле, потому что в стоке в Ладе всего две лампочки 55 на 60, а здесь у нас появляются четыре лампочки. Соответственно, появлялись и дополнительные реле, и дополнительные предохранители, и даже дополнительные провода. Субтитры сделал DimaTorzok Диски не те, ребят, да. Мы просто купили трехпалые диски из 90-х и 2000-х, которые чаще все встречались на девятках, и под которые маскировали те же самые колпаки, которые были у нас в первой серии. Она, кстати, будет где-нибудь здесь в подсказке, или по ссылке в описании, или в этом же плейлисте. Диски с Карлотой шли другие. Найти их не удалось. Куча постов. Ищу диски от Карлоты. Они были выполнены компанией RV, и было даже три дизайна дисков, которые могли поставляться с этим обвесом Карлота. Также еще иногда ходят легенды, что с Карлотой был задний спойлер, но это не точно. Был там он или нет? Доподлинно. Ну, по крайней мере, нам неизвестно. Встречаются с Карлотой с этим спойлером. Также встречается и спойлер отдельно от Карлоты, и не поймешь, шли ли они изначально вместе. Кстати, уже позже, в 95-м, 96-м году Карлоту адаптируют даже под длинное крыло. Потому что в начале все-таки это 89-й, длинного крыла еще не было. Но, естественно, оригинальные Карлоты всегда были только с Карлотским крылом. И, естественно, они были произведены только за рубежом и могли быть ввезены только на бельгийках обратно в нашу страну. Только так, ребят. Только реэкспорт. 17 января 1989 года в городе Эгенфельден был подписан протокол о запуске проекта Самара Карлота. Именно поэтому, видите, она уже стала не Ладой, спутник, мы просто забыли поменять эту табличку. Она, на самом деле, стала Лада Самарой. Причем Карлота изначально в проекте указана с двумя Т. Именно поэтому сегодня даже в объявлениях или в поисковых запросах можно увидеть произношение, типа, Самара Карлота именно с двумя Т. А называется она Карлота так именно потому, что в том самом ресторане, в том самом городе, где подписывался протокол о старте проекта Самара Карлота, была симпатичная официантка, которую и звали Карлота. И она очень понравилась Владимиру Ярцеву. Поэтому он решил и свой обвес, и проект также назвать Карлота. И фотографии этой официантки у нас также есть, собственно, они в открытом доступе. И вот так выглядит та самая Карлота, из-за которой эта самая Карлота выглядит именно так. Да, на самом деле было бы несправедливо сказать, что вся эта тема с обвесом и реэкспортными машинками, она была бы, наверное, неполной, если бы мы не упомянули еще и кучу другого, потому что был тот же самый фантастический обвес, который назывался Балтик, который, по сути, был не обвес, а отдельной машиной. То есть эти девятки, которые собирались в Финляндии, увозились туда, там полностью обдирались, перекрашивались. У них отличительная черта вот этого стыка нет. Этот шов, он закрашивался и зашпаклевывался. И они были в своем этом именно обвесе Балтик. Помимо этого, там еще была другая приборка, вообще другая комплектация. Сидения, передние и задние были другие. Отделка багажника другая, но тем не менее, понятно, обвесов этих много. Есть еще отечественный обвес, который называется Миллер. Это уже больше скоростная гоночная тема. Естественно, это все уже позже. И он очень часто также встречался и встречается до сих пор на дорогах общего пользования. Именно девятки с этим обвесом. Но тем не менее, легендарность Карлоты заключается в том, что начиналось все именно с нее. К сожалению, долго, естественно, в таком исполнении машина не могла существовать, потому что начали производство этого обвеса уже, по сути, в девяностом году. А в девяносто втором или третьем, в девяносто втором, по-моему, Volkswagen переходит уже на третье поколение Гольфа. И многие другие марки также в девяносто втором, девяносто третьем году обновляют свои модельные ряды, и дизайн девятки в Европе окончательно устаревает, что обрушивает ее продажи. И Карлота, даже божественная Карлота, уже перестает работать в плане маркетинга. Таким образом и сам обвес уже выходит из обихода. Кэша, понятно, он начинает жить дальше своей жизнью, и кооперативы в России его клонируют, реплики. И даже я нашел, мы когда искали про этот обвес информацию, от 2019 года сообщение в одной из групп ВКонтакте, что можно заказать обвес Карлота, его вам даже произведут и сделают. По состоянию на 2019 год он стоил 12 тысяч рублей. У ребят, кто его производил, но они не отвечают. Мы также, когда искали по этому обвесу детали, писали множество людей, кто где-то на форумах упоминал, что у него есть матрицы и так далее. И никто из этих людей также на эти сообщения уже не отвечает, потому что Карлота не так часто нужна, как маржинальность производства, чтобы это все окупалось. В общем, спасибо огромное ее создателю, спасибо огромное всей этой маркетинговой, на самом деле, истории, потому что люди за рубежом делали из наших машин конкурентноспособные машины, производя там же за рубежом для них детали. Это было действительно интересно, и согласитесь, она выглядит действительно круто. Это отражение той эпохи. И главное, что последствия всех этих маркетинговых ходов и сами эти ходы мы наблюдаем до сих пор. Опять же, та же самая Нива-Шевроле в этом обвесе Бертоны, который неудобный с точки зрения оффроуда и вообще это ни о чем, но тем не менее это работает. Хонда та же самая, которая делает эти обвесы от обвеса от Мюген. Они никак не помогают Хонде быть лучше или хуже, но это просто Хонда в обвесе Мюген. Это история, которая работает даже по сей день. Все эти обвесы и разные комплектации, которые отличаются чисто видом. М-пакет, давайте уже так, если да, за М-пакет, С-Лайн и все то самое прощее, когда машина отличается от штатной только обвесом, и люди готовы за это платить. Уже в тех годах это все начиналось, прекрасно работало и работает до сих пор. В следующей серии мы так и скатываемся с вами в 2000-е годы. Ребята, синие писалочки, вот эти вот накладки про шпорт на дворниках. Вы много из этого уже здесь и видите. И идем дальше. Сколько еще дисков нужно найти? Сколько еще всех деталей, которые, казалось бы, были вот пять лет назад, прямо под ногами болтались, пинались, никому были не нужны, а сегодня они или отсутствуют, или за них просят огромные деньги, и нам приходится проходить этот путь. Спасибо, что вы по-прежнему с нами. До встречи в следующих сериях. Удачи вам и пока. Субтитры создавал DimaTorzok